Сегодня состоялась рабочая группа по интеллектуальным системам учёта. Эта тема достаточно новая, и в ближайшее время, уже с 2020 года, начнётся внедрение постепенно данных приборов учёта в разных регионах. Субъектов и участников интересовал вопрос учёта в тарифах тех или иных расходов, связанных с приборами учёта. По нашему мнению, часть затрат можно учесть без повышения тарифа. Это можно сделать за счёт экономии, которая возникнет вследствие внедрения данных приборов учёта. В ради случаев мы рассматриваем возможность повышения тарифа, но не выше параметра, который учтён в сальноэкономическом прогнозе. В этой связи внедрение ИСУ не влияет существенным образом на рост тарифа, и потребитель от внедрения ИСУ только выиграет. Мы в очередной раз встретились сегодня на Российском семинаре совещания по тарифному регулированию, организованному ФАС России. Это ежегодное мероприятие, его всегда все ждут с нетерпением, потому что, конечно, очень много вопросов предочередным периодом тарифного регулирования у всех регуляторов и регулированных компаний существует. Мы сейчас, как гарантирующие поставщики, находимся на пороге новых изменений в законодательстве, которые произошли, которые налагают у нас новые обязательства, например, в части развития систем коммерческого учёта. Тема очень острая, потому что нормативно-правовая база в развитии закона пока ещё официально не принята, существуют только проекты. На этом фоне, конечно, регуляторы, в принципе, пока не готовы активно включаться в работу по установлению тарифов с учётом расходов на интеллектуальную систему учёта, что мы сегодня на круглом столе, который был посвящённым этой теме, услышали. Тем более, что тема достаточно острая. И очень приятно, что когда на таких предприятиях могут все регионы встретиться с другом, обсудить, соревновать некоторую общую позицию, и в том числе и федеральные органы исполнительной власти слышат эту позицию, что тоже очень важно. За это мы эти мероприятия очень ценим и уважаем. Кроме того, сегодня было очень, конечно, полезное пленарное заседание. Мы услышали и как-то уже более очевидно оформившиеся моменты, тренды, которые федеральная допольная служба продвигает в контексте тарифного регулирования. То есть такие темы, как это переходный эталон повсеместный, долгосрочное регулирование, мы про это слышим уже третий год. Но сегодня, наверное, был такой, знаете, вот этот качественный скачок, когда до этого копились-копились вопросы, которые задают компании, в том числе регулируемые, на всех дискуссиях. А сегодня они мне оформились некоторые такие ответы, которые, в общем, становятся более-менее понятной картинкой, которыми мы можем прийти уже через пять лет. Такой, наверное, вот такой, могу сказать, тот качественный сдвиг был в этом году по отношению к предыдущим в развитии данных тематик.